Экс-глава Франции Николай Саркази планирует вернуться в президентское кресло. Он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2017 года. ООН готова доставить гуманитарную помощь в Алеппо, но требует, чтобы все стороны сирийского противостояния, а не только Россия, обязались соблюдать 48-часовое перемирие. Лидеры Германии, Франции и Италии встретились на итальянском острове Вентонетте, чтобы обсудить дальнейшие шаги Евросоюза после Брексита. Эти переговоры должны заложить основу для сентябрьского саммита ЕС в Братиславе. Аукционный дом выставит на торги около ста предметов, которые принадлежали боксеру Мухаммеду Али. Среди лотов будет пояс абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Всемирного боксерского совета. Афганская художница-инвалид рисует ртом и мечтает провести выставку в Канаде. Николя Саркази намерен участвовать в выборах президента Франции в 2017 году. Об этом он сообщил в Твиттере, где разместил фотообложки своей книги «Всё для Франции». Саркази также опубликовал цитату из неё, в которой говорится «Я решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года. Я чувствую в себе силы вести эту борьбу в это сложное время нашей истории». В настоящее время Саркази возглавляет крупнейшую в стране партию «Республиканцы». В ноябре она проведёт предварительные внутрипартийные выборы кандидатов в президенты. Участвовать в них намерено более десяти претендентов. Теперь к ним присоединится и Саркази. Если он победит в праймерис, то должен будет покинуть партию. Основным соперником Саркази на предварительных выборах станет мэр Бордо Ален Жупе. По рейтингу популярности он пока превосходит лидера правых. Николай Саркази уже занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. А его желание вернуться к власти стало понятно около полутора лет назад. Между тем, в феврале этого года во Франции началось расследование в отношении финансирования предвыборной кампании экс-президента в 2012. Есть подозрение, что оно было незаконным. По данным прокуратуры, расходы на избирательную кампанию более чем в два раза превысили лимит на использование средств из предвыборного фонда. Ранее Саркази дважды возглавлял Министерство внутренних дел Франции. Он также занимал должность министра экономики страны. В 2012 году политик участвовал в президентских выборах, но проиграл их Франсуа Оланду. ООН готова доставить гуманитарную помощь в сирийский город Алеппо, однако для этого требуется поддержка 48-часового перемирия со стороны всех участников военных действий, а не только России. Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. «Я приветствую заявление Российской Федерации от 18 августа о поддержке 48-часового перемирия. Это заявление позитивное, но такое предложение не может быть односторонним». До войны Алеппо был самым густонаселённым городом Сирии и коммерческим центром страны. Во время войны он стал центром противостояния повстанцев и правительственных сил. Инфраструктура разрушена, и до двух миллионов жителей, которые ещё не бежали из города, не имеют доступа к чистой воде. Около миллиона человек в августе также не получали никакой гуманитарной помощи в осаждённых и труднодоступных районах города из-за непрекращающихся боёв и бюрократии. На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Пангимун сообщил о том, что в Алеппо может начаться небывалая гуманитарная катастрофа, и предупредил Россию и США о необходимости срочно достичь соглашения о введении в стране режима прекращения огня. «Как только мы получим зелёный свет, мы можем начать доставку помощи в течение 48-72 часов. Всё уже спланировано. Но чтобы мы могли выполнить нашу работу, нам требуется согласие всех сторон конфликта». На прошлой неделе мир потрясло видео с окровавленным пятилетним мальчиком, которого вытащили из-под обломков после бомбардировки в удерживаемом повстанцами районе Алеппо. Как выяснилось позже, его брат погиб там же, под обломками. В то же время посол Сирии в ООН заявил, что сирийское правительство не осуществляло этой бомбардировки. Лидеры крупнейших экономик Еврозоны – Франция, Италия и Германия – встретились на итальянском острове Вентатене для неформальных переговоров. Они обсудят будущее ЕС после Брексита. Но сначала Меркель, Алан Теренце возложили цветы на могилу Альтиера Спинелли. Итальянский интеллектуал был одним из отцов-основателей Европейского Союза. После краткой церемонии лидеры трёх стран провели пресс-конференцию на итальянском авианоссе Джузеппе Гарибальди. «Многие думали, что после Брексита объединению в Европе наступит конец. Этого не произошло. Мы уважаем выборы британских граждан. Но мы хотим вписать новую страницу в будущее». «Меркель считает, что Брексит не должен поколебать уверенность других стран в стабильности». «Мы уважаем решение Великобритании и одновременно хотим успокоить остальные 27 стран. Они могут рассчитывать на безопасность и процветание Европы». «Самый большой риск, с которым сталкиваются Европа и европейские страны – это дезинтеграция, фрагментация, эгоизм и обособление. У нас есть ответственность за решение проблемы. И мы надеемся продемонстрировать её здесь сегодня». «Меркель, Аллан Теренце обсудят на совещании экономический рост, создание рабочих мест и вопросы внутренней и внешней безопасности Евросоюза. Переговоры являются подготовкой к саммиту ЕС в столице Словакии, который пройдёт в сентябре без участия Великобритании». «Эти темы мы включим в повестку дня на саммите в Братиславе. Мы также обсудим будущее европейской молодёжи». Встреча европейских лидеров на острове Вентатене – это уже второе совещание в таком формате. В конце июня они собирались в Берлине, чтобы обсудить шаги Евросоюза после референдума в Великобритании. Личные вещи Мохаммеда Али, одного из самых известных боксёров в мире, выставит на торги американский аукционный дом Heritage Auctions. С молотка уйдут 79 предметов. В том числе пояс абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Всемирного боксёрского совета. Эту награду Али получил после боя с американским боксёром Джорджем Форманом в 1974 году. В то время немногие верили, что Али победит молодого чемпиона. Однако он выиграл. Начальная цена лота – 600 тысяч долларов. «Это был знаменательный бой. Он не должен был его выиграть». Также сохранились боксёрские трусы, в которых спортсмен вышел на тот поединок. Их стартовая цена на аукционе – 150 тысяч долларов. Одним из лотов станет письмо Мохаммеда Али, в котором он объясняет, почему сменил своё настоящее имя и принял ислам. «Он дал интервью журналу Life и объявил, что меняет своё имя Кассиус Клейна Мохаммед Али. А редакторы боялись, что он станет отрицать это, когда выйдет статья. Тогда он оторвал лист бумаги и написал заявление, в котором чётко указал, что меняет своё имя». На торги также выставят халат, который Али надевал во время третьего боя с Кеном Нортоном в 1976 году. Его предварительно оценивают в 100 тысяч долларов. Боксёрские перчатки, как ожидается, будут проданы за 10 тысяч долларов. Кроме того, с молотка уйдут некоторые награды боксёра. Мохаммед Али после завершения спортивной карьеры занимался общественной и благотворительной деятельностью. Он также в течение 10 лет был послом доброй воли ЮНИСЕФ. Боксёр страдал болезнью Паркинсона. Он скончался 3 июня, этого года в возрасте 74 лет. Торги состоятся в США 10 сентября. Как многие юные художники, 16-летняя жительница Кабула Рабаба Мохаммади мечтает о собственной международной выставке. Вот только есть одно отличие – рисует девушка не руками, а с помощью рта. Рабаба родилась с частично парализованными конечностями в бедной провинциальной семье. У неё есть два брата и три сестры. В столицу семья переехала, когда девочке было три года, в надежде, что врачи смогут её вылечить. Однако этого не произошло. Рисовать Рабаба начала два года назад. «До того, как я начала рисовать, моя жизнь была безнадёжной. Мои братья и сёстры ходили в школу. Они младше меня, но уже получали знания, учились читать и писать, а я не могла даже написать своё имя. Я была очень подавлена и плакала по два-три раза в день». На рисунках Рабабы не только афганская действительность, но и улыбающиеся лица канадских политиков. Это премьер-министр Джастин Трюдо, а это канадский парламентарий Мариан Монсеф – эмигрантка из Афганистана. Юную художницу тоже очень тянет в Канаду. «Я мечтаю провести выставку своих картин в музее Ага-Хана, одном из крупнейших в Канаде. Я обращаюсь к своим соотечественникам, чтобы они помогли моей мечте сбыться». Даже здоровым афганским подросткам нелегко достичь своих целей. Что уж говорить об инвалидах, к которым в этой разрушенной войной стране относятся с пренебрежением. «Хочется творить, но у тебя нет рук или стоп, вообще ничего нет. Тяжело, когда хочется сделать что-то, а не можешь. Иногда, когда мне что-то нужно, я прошу сестёр помочь. Они говорят, у нас нет времени, мы заняты. Это очень меня ранит». Впрочем, семья художницу всё-таки поддерживает. И все вместе верят в её будущий успех. «Рабаба не может рисовать руками, но Бог наградил её умением рисовать с помощью рта. Она выполняет невыполнимое. Раньше мы не верили, что у неё получится. Сейчас мы надеемся, что она преуспеет в этом деле». Своим искусством Рабаба хочет показать Афганистан миру.